о трудных родителях мой вопрос касается родителей я много лет практикую присутствие но не могу их по-настоящему полюбить и от этого у меня чувство вины при встрече у нас возникают большие проблемы вот мы в одной комнате даже если я стараюсь осознавать дыхание внутреннее тело через некоторое время тело более атакует меня триггером являются их слова или не могу сказать во время встречи все идет хорошо но вот мама выходит из комнаты я падаю без сил я не знаю что это до немецкие родители могут быть трудными я знаю американские тоже и так на каком-то уровне вы не принимаете родителей хотя умом вы соглашаетесь с тем кто они есть принимаете их ограниченный образ действий и еще есть тело боли внутри вас это она так реагирует к тому же ментальное приятие родителей тоже может быть неполным их поведение манера речи не потому что они такие это из-за их обусловленности прошлом ментальная и эмоциональная обусловленность так говорит через них они ничего не могут поделать в недостатке присутствия каждый человек контролируем своими ментальными и эмоциональными установками родители ничего не могут с этим сделать они страдают от этой дисфункции от идентификации с бессознательными установками не только я называю это дисфункцией такое древнее учение как дзен часто называет это состояние ментального расстройства дзенские учителя указывает на необходимость увеличить ум суть дзена состоит в избавлении от ментальной дисфункции когда вы сидите вместе постоянно помните что то что вы видите это не родители вы наблюдаете формы их ментальной обусловленности в глубине бытие иногда получается воспринять проблеск его моя мать была сильно отождествлена со своим умом порой я видел ее глазах проблески ясности когда она прекращала безостановочно говорить другими словами когда ум брал передышку и на короткое время она видела как бытие свете сквозь нее есть несколько фотографий на которых видно как светит ее бытие затем все заслонялось снова возникали подозрения недовольство обвинения в общем все что ассоциируется с бессознательным мышлением и так вы должны быть достаточно присутствующими чтобы не забывать что то что вы видите это не родители вы наблюдаете их обусловленность прошлом приходят эмоции это ваше прошлое живущие вас ваше детство все что родители сделали для вас или не сделали но они не могли по-другому у них не было достаточного присутствия чтобы что-либо изменить это вам следует принять когда вы принимаете вы принимаете свои чувства в этот момент вы можете их никак не означивать вы не знаете что это печаль злость подавленность или смесь всего вместе вы хотите этого избежать рождается внутренний зажим чтобы это не было не нужно анализировать просто чувствуйте единое энергетическое поле всего вместе не обязательно она будет приятным это ваше прошлое вы наблюдаете прошлое у них как она проявляет себя и затем переживаете прошлое в себе что делать с этими двумя прошлыми у них и в себе только присутствие может растворить прошлое впустите силу присутствия как это сделать быстрый способ в подобной ситуации это приятие всего чтобы не происходило вовне и внутри себя в данный момент примите что вы чувствуете примите что они говорят или делают примите внешне и внутренне потому что это уже происходит вы либо принимаете либо страдаете если не принимаете страдаете больше если не хотите чувствовать то что чувствуете страдание возрастает так как вы сопротивляетесь иногда я описываю приятие так поле эмоции начинает страдать приятие означает что вы говорите хорошо да я чувствую тот этот приятию даже не нужно словесно называть чтобы видеть то что есть и быть с этим возникает небольшое пространство вокруг неприятной эмоции это пространство рождается из вашего приятия приятие дает это пространство появляется крошечная свобода немного внутреннего пространства когда вы говорите да так есть красота в том что вы даете пространство родителям быть вовне и себе вы даете пространство внутренне вы чувствуете себя немного лучше чем прежде потому что возникло пространство вокруг эмоций вы идете дальше вы продолжаете принимать все больше и больше пространство растет странный феномен неприятная эмоция существует так сказать в пространстве вы осознаете то кто вы есть это пространство вы позволяете эмоциям быть в этом пространстве и вы позволяете родителям быть тоже говорить что они говорят делать что они делают они воспроизводят свое прошлое приятие приносит пространство пространство это трансцендированная обусловленность пространство это трансцендированное прошлое, проход, переход за персону. Пространство – это свобода. Такова практика. Самое лучшее поле для практики – родители. Конечно, есть много других мест для тренинга. Но супер-мастерства вы достигнете, когда начнет получаться с родителями. Нечто вроде выпускного экзамена название «Мастер присутствия». Не прыгайте с головой в ситуацию. Не говорите себе «Так, следующую неделю я целиком пройду с родителями». И это слишком много. Начните с небольшого периода. Скажите им «Я приеду на кофе с пирожными» или что-нибудь в этом роде. Моя мама любила их делать. «Я приеду на кофе и останусь у вас на часок. Я не знаю, что вы скажете». Назначьте себе один час присутствия. Вы будете знать, что вам предстоит продержаться один час. И это ваша духовная практика. В своей книге я цитирую Рамдаса «Если вы считаете себя просветленным, поживите пару недель со своими родителями». Две недели – ваш выпускной тест. Итак, удачной вам практики. Является ли сексуальная жизнь препятствием для духовного развития? Мой вопрос касается секса. Несколько раз я слышал из автобиографии йогов, например, Парамаханса Ягананда. В своей замечательной книге духовный учитель очень логично объясняет все, что касается символов Ветхого Завета. И согласно ему, змей является нервом, проходящим вдоль позвоночника и активирующим сексуальную сферу. А запретный плод – это секс. И человек, вкусивший его, становится падшим, теряет разум и скатывается на уровень животного. Мой вопрос такой. Как вы считаете, если кто-либо стремится достичь высокого уровня, сексуальная жизнь действительно является препятствием на пути духовного развития? Во многих случаях секс – препятствие для пробуждения сознания. Но в своей сути он не препятствие и вовсе не должен быть таковым. Его следует трансцендировать. Это значит, что вам не надо подавлять сексуальное влечение. Но чем выше становится ваша духовность, тем больше оно теряет свою значимость. Вы трансцендируете секс, вместо того, чтобы изничтожать его. Я бы не рекомендовал изымать секс со своей жизни, за исключением отдельных редких индивидуумов, для которых это правильно. Итак, трансцендирование вместо изничтожения. Моя трактовка несколько отличается от библейской, но для меня падение человека начинается в момент его идентификации с умом. Вкушение от древа познания добра и зла. Вместе с умением различать рождается концептуальное мышление. Но, возможно, конечно, и другие интерпретации. Я считаю, что большинство людей не следует подавлять или пренебрекать своей сексуальностью. Лучше ее принять и привносить туда осознанность, и таким образом преодолевать свою зависимость. Однако есть люди, для которых потребность в сексе отпадает сама собой. Не получится ли так, что человек станет чувствовать себя хуже? В нашей коммуне в отношениях между мужчиной и женщиной, таких красивых до этого, что-то нарушилось после той информации из автобиографии йога. Да, йогананда следует древней аскетической традиции. Но в жизни для всего есть свое место. Для большинства западных людей, да и для восточных, я полагаю, тоже, больше подходит осознанность, чем уничтожение, поскольку сексуальность очень глубоко встроена в природу человеческого организма. Практикуйте пробужденность сознания и не скатывайтесь в бессознательность. Спасибо. Я могу наблюдать ум, но я не чувствую присутствия. Когда я задаю вопрос, какая следующая мысль возникнет в моем уме, и бдительно жду, я могу наблюдать ум около трех минут. Я упоминал это где-то в книге. Если вы подобной кошке, наблюдающей за машиной-нарой, хорошо, давайте посмотрим, какая следующая мысль придет мне на ум. И затем вы становитесь очень бдительны, потому что кошка должна поймать мышь, которая может внезапно выскочить из машины-нары. Поэтому кошка, конечно же, очень бдительна, когда она смотрит за машиной-нарой. Кошка становится и может сидеть в течение получаса. Так что, когда вы бдительны, я говорил о селе настоящего, вы можете обнаружить, что следующая мысль не возникает, потому что вы просто слишком бдительны для возникновения мышления. Давайте посмотрим, смогу ли я поймать следующую мысль. И она не приходит. Убедитесь, что вы не напрягаетесь при этом. В этом нет напряжения. Просто внимание, но не напряжение. Это интересный вопрос. Здесь говорится, когда я задаю вопрос, какая следующая мысль возникнет в моем уме, и бдительно жду, я могу наблюдать ум около трех минут. Это на самом деле не наблюдение ума, потому что ум утихает. Однако я не чувствую присутствия, здесь говорится. И снова та же ошибка. Полагание, что присутствие – это некий объект, который возникает, который вы начинаете осознавать. Присутствие – есть осознание. Так что эти три минуты и есть присутствие. И ваш ум говорит вам, что вы все еще должны его искать. Вот один из присланных вопросов, проголосованных вами. Многие хотели бы узнать на него ответ, включая меня. Когда мы, так сказать, безусловно, любим всех, то как решить, кто должен стать моим партнером? Основано ли это на физическом влечении? Не вступит ли это в противоречие с более высокими уровнями сознания? Итак, если вы любите всех без предварительных условий, то как решить, кто будет вашим партнером? Таков вопрос. Казалось бы, в этом случае не должны возникать предпочтения. Однако физическое влечение может вступить в противоречие с высшими проявлениями сознания. Необусловленная любовь к человеку, ко всем формам жизни. Что это такое? Что это такое, безусловная любовь? Вы любите не физическую форму, не личность, не персону. Любой без предварительных условий идет глубже. Она трансцендирует эти уровни. Вы любите не формы, а их не имеющую формы сущность. Когда мы достаточно безмолвные и присутствующие, вы внутри себя воспринимаете это бесформенное измерение. Вы любите это. И отсюда смотрите на другого человека. Вы чувствуете то же самое в нем. Вы распознаете сознание, за неимением лучшего слова назовем это так, которое есть суть, другого человека. Так же, как и ваша сущность, то, кто вы есть. Сознание первично по отношению ко всем формам. Формы возникают из него, в том числе и личность, и физическое тело. Для всех существ сознание первично по отношению к их конкретным формам. Сознание облекается, реинкарнирует, так сказать, в них. Но это не значит, что бесформное и безвременное куда-то исчезает. Оно всегда здесь в качестве глубины сущности. Если благодаря безмолвию и присутствию вы чувствуете эту сущность в себе, вы можете воспринимать то же самое и в других. Это любовь. Это любовь. Распознавание, что в своей глубине вы и другое одно. Таков трансцендентный уровень в каждом человеке. В добавлении к этому уровню у каждого есть идентификации с формой. У каждого есть физическое тело, эмоции, мысли. Это его персона. Внешний вид плюс эмоциональная и ментальная обусловленность, сформированная обстоятельствами. Безусловная любовь ко всем людям это трансцендентная любовь. Вы любите не имеющие формы. Вы признаете бесформное заподлинное я другого человека. Но вы все еще форма. И форма реагирует на форму. Привлекательность на физическом уровне по своей силе может не уступать трансцендентному осознаванию. Древние не очень древние традиции говорят, что это вполне соизмеримые по силе воздействия вещи. Привлекательность физического тела. Вам могут также нравиться ментальная и эмоциональная формы конкретного человека. Потому что они резонируют с вашими собственными мыслями и эмоциями. Все это означает, что вас может либо ментально, либо эмоционально, либо физически влечь к этому человеку. Потому что вы срезонируете с ним. Возникают взаимоотношения. Задействуются различные уровни, но трансцендентное остается. оно может быть заслонено чрезмерным притяжением. Восприятие сущностной идентификации, как я ее иногда называю, теряет отчетливость. Такое бывает, когда активизируется тело боли или когда вы отождествляетесь с эмоциями и утрачиваете связь с трансцендентным. Да, все бывает. Отношения с другим человеком представляют собой вызов поддерживать баланс между тем и другим, сохранять связь с трансцендентным и в то же время, поскольку все еще здесь, взаимодействовать на эмоциональном и физическом уровне. Без трансцендентного уровня взаимоотношения не будут удовлетворительными, они не будут подлинными, они не продлятся долго, если абсолютно отсутствует взаимосвязь на трансцендентном уровне. Физической привлекательности или обаянии личности недостаточно. Какое-то время отношения будут существовать, но скоро возникнет фрустрация, вы начнете замечать все больше и больше недостатков в другом человеке. а другой будет их обнаруживать у вас. Они всегда с вами, у каждого есть свои несовершенства. В совместной жизни они становятся очевидными. Но если есть осознание трансцендентного измерения, то наши ограничения, проявляя себя в этом обширном пространстве, не будут такими разрушительными для взаимоотношений. Проще безусловно любить человека, которого вы не знаете, чем того, с кем вас связывает общее прошлое. Потому что прошлое представляет собой набор отождествления этого человека. Они обладают властью над ним, над его умом, над его взаимодействием с миром. Очень большим вызовом вашему присутствию является совместное пребывание с членами семьи. Родители, повзрослевшие дети. Многие знают рекомендацию Рамдаса. Если вы думаете, что вы просветленный, в качестве теста поживите пару недель со своими родителями. Это проявит, реально ли вы тот, кем вы себя считаете. Две недели с родителями. Хороший тест, если, конечно, ваши родители не являются просветленными. В этом случае тест не сработает. Быть родителем – духовная практика. У меня в голове так много вопросов. Главное, что я хотела бы спросить, у вас два ребенка и очень много дел по дому. Весь день у вас чувства, вот вы работаете в ночном клубе. Такой хаос, когда в доме два малыша. В конце дня я чувствую себя совершенно измотанной. Часто я ловлю себя на том, что говорю себе «О, как я устала». Я медитирую, стараюсь создавать периоды покоя в течение дня. У меня не получается чувствовать «А, какой прекрасный день», потому что физически я на пределе. Хотелось бы получить от вас какой-нибудь указатель, например, другой способ разговаривать с собой. Или не разговаривать с собой, все что угодно, чтобы мочь отвечать на напряжение, возникающее в процессе воспитания детей. Это захлестывая с головой, у меня не хватает сил принимать их постоянно и хныканье. Сколько им лет? Два года и шесть. Да, мне бы следовало побыть некоторое время у вас в доме и понаблюдать, как вы совсем справляетесь. Затем я, возможно, мог бы посоветовать, как делать что-нибудь немного по-другому. Но такое неосуществимо на практике. Поэтому вам самой придется выступать вместо меня в роли присутствующего наблюдателя. Представьте, что я у вас и я олицетворяю вашу осознанность в вас же самих. Скажите себе, я Екхарт. Я наблюдаю, как я взаимодействую с ситуациями, возникающими в течение дня, повседневные заботы и так далее. Такое наблюдение за собой станет началом расширения пространства. Вы увидите, в какой степени вы слепо реагируете на события, то есть насколько вы на милости у каждой ситуации, потому что она запускает вас в вашу реакцию. Вы реагируете вместо того, чтобы поддерживать в себе пространство свободы и уже затем отвечать на вызов. Это не значит, что в процессе повседневных дел у вас будет возможность спокойно сесть на стул и сказать «подождите минутку, мне надо настроиться, чтобы быть в настоящем». И этого вам не позволят. не могли мы привести один-два примера ситуации, потому что всегда лучше рассматривать то, что действительно возникает, которые создают стресс, которые вызывают суматошную реакцию. Да, хорошо, я стараюсь все делать так, чтобы поддерживать в доме атмосферу спокойствия. Пару дней назад мы с детьми пришли домой, они вытащили игрушки, стали бегать, визжать. Для них началось нескучное время. Затем одному из них захотелось играть в ту же игрушку, в которую уже играл другой. Все выглядело вполне нормально, так и ведут себя дети. Но каких усилий мне стоило сохранять осознанность, удерживать себя, чтобы не начать реагировать, не кричать на них, когда они стали драться из-за игрушки. «Нужно следовать новой системе», говорил я себе. Но все так быстро менялось, мой мозг не справлялся. Потом я выбрала момент, подождала, когда произойдет что-нибудь, что заставит меня действовать, и в конце дня я была измотана, понимая, что мне все еще не достает спокойствия перед лицом реальных вызовов жизни. Настоящее спокойствие приходит изнутри вас, низу ни. Один из способов пребывать в нем – это «не». Вообще-то мне кажется вполне нормальным, что вы проводите много времени в антагонистических отношениях с тем, что возникает в настоящий момент. Да, я это понимаю. Основа дисфункции не в том, что происходит в конкретный момент, а в вашей неспособности. Это не настоящая неспособность, вы можете. Но у вас еще недостаточно практики согласовывать себя с настоящим моментом и не действовать из скрытого полагания, что то, что сейчас происходит, не должно происходить. Крики, кидание вещами и так далее. Конечно, ум говорит, так не должно быть, но так есть. Поэтому возникает страдание. Вы вносите свой вклад в продолжающееся столпотворение тем, что не получается принять то, что есть. Я бы предложил вам сесть в стороне и дать себе пять-десять минут, чтобы с предельным вниманием понаблюдать за тем, что делают дети. Они продолжают делать, что делали, но на эти пять-десять минут вы становитесь пробужденными. При этом вы продолжаете разговаривать с ними и делаете то, что вы чувствуете вы должны делать. Но теперь все по-другому. Ваши действия исходят не из пространства неприятия. Бессознательные родители, конечно, вы не из их числа, сердятся на своих детей. Я видел, как маленький ребенок опрокинул стакан за обедом в ресторане, и родители ужасно рассердились. Но такова природа малышей, они еще не умеют ловко держать предметы. Поэтому такова их природа ронять, опрокидывать, проливать. Конечно, ваша задача научить их всему, и через какое-то время они научатся. Но до тех пор они будут продолжать проливать. Я видел, как некоторые родители били своих детей за это. Я привел крайний пример, уверен, вы так не поступаете. Дисфункция одна и та же, но здесь она достигла своего экстремального выражения. Обычно имеет место скрытое неумение быть единым с настоящим моментом. Когда вы ищете способ вернуть себе спокойствие, дети чувствуют, что в этот момент вы забираете у них ваше внимание. Они хотят его обратно. В предлагаемой мной практике они даже не заметят, что вы что-то делаете, потому что это не делание как таковое. Все, что вы делаете, уже произошло, стало настоящим моментом, с ним бесполезно спорить. Если действительно нужно что-то сделать, вы делаете. Главное не быть в конфронтации с тем, что происходит в настоящем. Если вы станете мастером с детьми, вы будете мастером и в других сферах вашей жизни. Потому что со всеми людьми и во всех ситуациях прежде всего сознательное взаимодействие, внутреннее непротивостояние таковости настоящего момента. Если вы живете таким образом, то в главном вы уже мастер. Если вы практикуете в течение пяти минут, окей, вы мастер на пять минут. Может не получиться на это время. Главное почувствовать, что таким способом легче жить и практиковать дальше. Не говорите с этого дня я всегда буду тотально присутствовать в том, что делаю. Это слишком. Назначьте себе короткий интервал. Затем, когда вы увидите, что это действительно работает, интервал немного увеличится и так далее, пока пробужденность не станет вашей второй натурой. Таким образом, воспитание детей превратится для вас в более полезную духовную практику, чем 20-летняя медитация в дзен-монастыре. Это будет вашей настоящей духовной практикой. Полезно помнить вот еще что. Делайте то, что вы делаете, говорите то, что говорите, помогайте детям, когда нужна ваша помощь. Все это важно, но более значимо состояние сознания, из которого вы все делаете и говорите. По-другому, как вы делаете важнее, чем что вы делаете, потому что как соотносится с вашим состоянием сознания. На самом деле, все, о чем я говорил, это практика сюрендера, что вовсе не значит, что вы делаете все, что от вас хотят деть. Это значит, что внутренне вы едины с тем, что есть, едины с тем, что происходит. Вы почувствуете за всем глубинный покой и пространство. Никто, глядя на вас, не заметит, что ваше сознание расширилось. Я ставлю в стороне практические советы, как накладывать ограничения на поведение детей, на их взаимодействие с внешним миром. Этому вы можете научиться у других. По кабельному ТВ несколько лет тому назад я периодически натыкался на еженедельную передачу. Кажется, она называлась Суперняня. Ее героем была реальная няня, англичанка, ставшая популярной благодаря этой программе, несмотря на свой британский акцент. Она приходила у наиболее неволгополучные семьи. Вначале показывали, какой там царил хаос. Мать с отцом пытались что-то сделать, дети плакали, кричали. Затем Суперняня принималась за работу. Не думаю, чтобы она говорила что-нибудь похожее на то, чем говорил я, типа Сюрендер момент настоящего. Но, с другой стороны, было полезно посмотреть, как она разруливала ситуацию, создавая одни ограничения, снимая другие, балансируя между ними, между приемлемым и неприемлемым в поведении детей. Границы немного расширялись, чтобы возник творческий импульс. Пробовались разные подходы, иногда ошибочные. Все было направлено на предотвращение уже полного хаоса в семье. Есть много чего еще вовне, на что вы можете посмотреть. Суперняня своеобразный аналог заклинателя собак. Опять-таки, ПТВ показывали человека, способного устанавливать контакт с самыми неуправляемыми собаками. Вначале нам показывает, как собака рычит. Человек некоторое время смотрит на нее, и та начинает вести себя совсем по-другому. Он, я полагаю, действовал в основном интуитивно. Возвращаясь назад, я здесь мог обращаться только к вашему сознанию. Я показывал, каким должен быть уровень вашего сознания. Я бы добавил еще кое-что, что вы можете увидеть вовне, касающиеся воздвижения границ вокруг детей. Вначале родители говорят детям не баловаться. Когда же через несколько минут те начинают хныкать и капризничать, они к ним подходят. Это с самых ранних пор учит детей одной дисфункции в поведении. Они понимают, что если капризничать и плакать достаточно долго и при этом агрессивно выражать, что они хотят получить от родителей, а на самом деле они хотят, чтобы к ним провели внимание, некоторые родители обращают внимание на детей, когда что-то начинает идти не так. Если ребенок сделал что-то не так, на короткое время ему утеряют внимание. он плачет, к нему проявляет внимание. Родители заняты, они не могут уделять ему внимание, когда все идет хорошо. Тогда ребенок понимает, что когда он плачет, ведет себя не так или ломает вещи, к нему подбегают. Нередко в повседневной жизни видишь, как некоторые дети начинают плакать, но не по-настоящему. Тут же подбегает мать и оказывает внимание. Урок усваивается. Что дальше? Ребенок становится взрослым. Несчастье работает. Несчастье дает мне то, что мне надо. Урок усвоен бессознательно. Многие годы я тоже был склонен к несчастью. Глубинным полаганием было кто-нибудь, скорее всего, сам Бог, когда у меня будет настоящее несчастье, придет и сделает что-нибудь. Есть много людей, которые считают, что несчастье работает. В свое время этого не осознавая того, научили их родители. Став взрослыми, многие застревают в этом стереотипе поведения, так и умирают с ним. Они все время недовольны, тело боли почти всегда активно. Нужно больше несчастья, то, что есть, не работает. Конечно, для взрослого человека правильно противоположная позиция. Когда вы в негативном состоянии сознания, ничего хорошего не получается. Поэтому не давайте детям неверные уроки, которые останутся с ними на всю жизнь. Внимание родителей жизненно необходимо ребенку. Скажу еще раз, уделяйте внимание не только, когда что-то пошло не так, когда ребенок кричит, плачет. Ему жизненно необходимо получать полноценное внимание, когда вы вместе и все тихо. Ребенок начинает капризничать, потому что в тишине он не получает необходимого. Жизнь ему кажется постоянными требованиями. Он должен делать то, не делать другого, вести себя правильно, прекратить делать то, что он делает, тогда он получит внимание. Уделяйте ему ваше внимание не только, когда он что-то сделал не так, но когда он просто сидит рядом с вами. Разговаривайте с ним, смотрите на него. Некоторые родители смотрят на детей только тогда, когда объясняют, что они должны делать и что не должны. Таковы мои поверхностные наблюдения на эту тему. В каких-то чертах у вас дома тоже может происходить что-нибудь похоже, я не знаю. Качество взаимоотношений есть такое выражение quality time своего рода шаблон поведения проводить quality time с кем-нибудь. На самом деле это быть с кем-то в состоянии присутствия. Это есть quality time. Совместный просмотр ТВ под пиво не есть quality time. Quality time вовсе не time, не время, а присутствие, полнота внимания к чему-либо. У этого quality no time прекрасное обучение для вас и для ваших детей тоже. Возможно, мы увидимся где-нибудь в другой раз, и вы расскажете о ваших успехах. Спасибо. Сюрендер безоговорочное принятие того, что есть. Как продолжать свой духовный рост в условиях несчастливого брака? Записка с вопросом. У меня нет способа расторгнуть несчастливый брак, в котором я живу уже 30 лет. посоветуйте, как использовать эту продолжающуюся неудовлетворенность для моего духовного роста сейчас и в последующем. Интересно, кто автор этой записки? Мужчина или женщина? Тут нигде не подписано. Что-то мне подсказывает, что это женщина. Итак, эта женщина приняла решение не уходить от мужа и при этом она осознает свою неудовлетворенность. Что теперь делать? Как это можно использовать? На память приходит одна суфийская история. Год или два тому назад я рассказывал ее на одной из лекций. Эта история основана на реальных событиях. Как вы знаете, суфи это исламские мистики, которые не живут на одном месте, бродят из города в город. Во всяком случае, раньше так было. В некотором роде они были монахами- аскетами. Так вот, один такой молодой человек пришел в город, где некий богатый купец заметил его и говорит, «О, ты должно быть беглый раб, ищешь теперь нового хозяина?» «Да», отвечал суфи, «я ищу своего господина вот уже много лет». «Не хотел бы ты служить мне?» спрашивает купец. И молодой человек пошел вместе с ним и стал одним из его слуг на долгие годы. Через десять-пятнадцать лет его хозяин духовно возрос и объявил, «Я дарую тебе свободу. Ты хорошо мне служил эти годы. Теперь можешь идти». «Хорошо, хозяин», отвечал молодой человек. «Прощай». И он отправился в Мекку. Там он был признан как выдающийся суфийский духовный учитель. Это история о том, как молодой суфий сознательно согласился стать слугой, чтобы использовать эту ситуацию для углубления своего самосознания, чтобы вырасти из всех отождествлений с внешними формами, включая свою социальную функцию, свое положение в обществе. Он использовал сознательное превращение себя в раба для своего дальнейшего духовного роста. И это стало его духовной практикой. Он не искал ее специально. Ситуация, внешне выглядящая неблагоприятной, сложилась сама. И она стала его единственной практикой. Таким образом, мой ответ вопрошающему будет такой. Поразмышляйте над этой историей и используйте неприятные факторы, чтобы пройти за них. То есть примите жизненную ситуацию, сюрендер, всякое сопротивление, все суждения о своем положении. И увидите, как эта самая ситуация, которую вы решили не покидать. Я не говорю покиньте. Вы пишите, что вы не можете уйти из ситуации. Окей. Тогда используйте ее как духовную практику и посмотрите, как неудовлетворенность может помочь вам трансцендировать ее. То же самое могут сделать все, кто застрял в своей ситуации, кто выбрал не покидать ее или обстоятельства не позволяют ее изменить. Например, тюремное заключение или болезнь. Те, кто не могут не покинуть ситуацию, не изменить ее, у них появляется уникальная возможность трансцендировать свою жизнь. Они внутренне выходят за формальное ограничение. В каждый момент жизни полное приятие того, что есть в настоящий момент. Никакого внутреннего сопротивления тому, что есть. Вы отдаете все внимание тому, что делаете в данный момент. Серьезные заболевания заставляют быть в настоящем моменте. И так вы позволяете неудовлетворительной ситуации втолкнуть вас в настоящее. Затем вы отбрасываете остатки сопротивления, которые все еще здесь. Например, ваш муж чавкает за столом. Это лишь крошечный пример из того обилия факторов, которые делают неприятной совместную жизнь с другим человеком. Я больше не могу этого выносить. Я не могу терпеть, как он проявляет свою любовь, как он чешет свою спину, как он пьет. Не можете выносить, но это длится 20-30 лет. То, что вы действительно не переносите, так это ваши мысли в связи с подобными проявлениями. Я его не могу больше терпеть, и это ужасно. Вам предстоит сюрендер, и это тоже. Больше никаких ментальных суждений, ненавижу, как он ест. Не верьте мысли, я не могу выносить, потому что вы живете с ней последние 15 лет, и вы все еще в состоянии переносить. Таким образом, это не соответствует действительности. тогда вы понимаете, что все нормально. Дело не в самой ситуации, не в том, как он ест и какие звуки при этом издает. Дело в том ментальном шуме, который создает его у себя в голове, когда он ест. Вот где проблема. Она не в муже, а в жене. Мы говорим о тех случаях, когда человек решил не менять обстоятельства или не может покинуть их. Если у него есть выбор, он может выйти из происходящего. Мы говорим о тех, кто либо по своей воле, либо по принуждению заключен в ситуацию. Вдруг вы понимаете, что страдания, даже в случае физического заболевания, большая доля переживаний не из-за самой недееспособности. Вы страдаете от того, что говорит ваш ум. Как несправедливо обошлась со мной жизнь. Столько людей, которые хуже меня, но они не заболели. Разве я заслужил это? Конечно нет. Посмотрите на этих злых парней. У них здоровое крепкое тело. Почему у меня? И так далее, и так далее. Все, что говорит ум, вот настоящее страдание. Без этого то, что есть, может быть неприятным, физически болезненным, но в нем нет психологического страдания. Психологическое страдание порождается умом. Позвольте неблагоприятным обстоятельствам втолкнуть вас в абсолютное присутствие, в котором вы больше не спорите с реальностью. Все для вас таково, как есть, и становится приемлемым, потому что ум больше не осуждает. Вот абсолютное присутствие. Вы не думаете о прошлом, в этом нет необходимости. И вы не думаете, сколько еще предстоит жить с этим человеком. Вас заставили быть в настоящем моменте. Заболевание делает то же самое, только более эффективно. Диагноз осталось не более года. Кто знает, возможно ошибка. Вы можете стать как Стивен Хокинг. Проходит два-три года, вы по-прежнему живы. Но это принуждает вас присутствовать абсолютно. Если вы выпадаете из настоящего, вы начинаете страдать, и это еще больше ограничивает ситуацию. Таким образом, она делает вас либо ужасно страдающим, либо присутствующим. Неприемлемая ситуация загнала вас в сейчас. Прошлое и будущее становятся неотносящимися к делу. Только простота настоящего момента. Так живут дзен-мастера и все другие духовные учителя. В этом заключена вся суть дзен. В этом. Только в этом. Полное внимание здесь. Когда они ходят, нет персоны, обремененной жизненными обстоятельствами. Вы становитесь просто присутствующими. Живое присутствие. Замечательно. Это называется трансцендированием. Вы трансцендировали себя как персону. Трансцендировали ограничения вашей жизни. Некоторым удавалось это, когда они находились в тюремном заключении. у меня есть несколько писем. Таков мой ответ на заданный вопрос о неудавшейся совместной жизни. Он применим ко всем случаям, выглядящим неприемлемым. Неприемлемое, но оно здесь. Если вы не можете ничего изменить или выбрали продолжать пребывать в ситуации, позвольте и принудить вас быть в настоящем моменте. Это то, что сделал суфийский мастер, сознательно сказав «Окей, я буду работать на тебя, буду твоим рабом». Он знал, это станет для него духовной практикой. Полный отказ от ментальных суждений, разотождествление от всех ментальных образов, кто он есть, в том числе от своего худшего образа, от образа раба. Мысль, что вы ниже всех, может причинять страдания. Ваше «Я» выгорает. В случае с суфийским мастером, его эго, его персона, его обусловленность, его умом созданное «Я» было выжжено ситуацией, в которой он пребывал 15 лет. За это время в нем вызрел выдающийся мастер. это благо, спрятанное за внешне негативными событиями, за неприемлемыми обстоятельствами. За ними скрывается благодать. Из семени в дерево. Забудьте на время о счетчике на парковке, если такое возможно. На днях я сидел в машине, кто-то парковался передо мной. На его бампере был замечательный стикер. Не знаю, кто сочинил его. Большими буквами. Терпение. И ниже помельче. Бог еще не закончил со мной. Терпение. Бог еще не закончил со мной. Очень глубокое изречение. И в то же время оно может ввести в заблуждение. С одной стороны, здесь заключена глубокая истина. Если смотреть на человечество в целом, как на единый организм, оно развивается. В Ветхом Завете сказано, я цитирую не буквально, «Бог еще не завершил создание человека. Ему периодически приходится давить на тормоза». А заблуждение может состоять в том, что вы, как персона, становитесь все более и более совершенной, более выделанной. Идея вылепливания из себя, как скульптор, творит свое произведение. У людей бытует аналогия, что так Бог создавал формы из не имеющего формы. Вы становитесь лучше и лучше по всем параметрам. Вы становитесь более совершенной персоной. Но эта точка зрения может далеко завести. Когда мы говорим «Бог еще не закончил со мной», более аккуратно будет думать об этом в противоположных терминах. «Бог еще не закончил разрушать меня». Здесь снимается акцент на достижении более высоких степеней формы «Я». Когда Бог закончит, я буду создан, я буду совершенным. это приятная идея. На место Бога вы можете поставить разум универсума или любое другое обозначение, которое вы используете. Но все же из своего опыта самосознания я знаю, что совершенство формы не освобождает. Разрушаясь, человек сходит на нет как персона. Затем что-то еще начинает сиять сквозь, что не имеет отношения к форме. Персона подобна семени, которому она дышит раскрыться. Цель существования семени не в том, чтобы становиться все более лучшим семенем, чтобы выглядеть лучше, как семя, но чтобы раскрыться и больше не быть семенем. Чудо рождается из семени. В ботаническом саду я купил бумажный пакетик с семенами дерева, около сотни крошечных семян, каждый из которых едва видно простым зрением. Несколько штук я посадил в коршок. Мне сказали, что это секвойя или что-то в этом роде. Гигантское дерево, живет до двух тысяч лет. Но выходит оно из того, что с трудом видишь. семя имело образ я и уцепилось бы за него. Хотел бы сохранить себя как семя, уперлась бы. Нет, я семя и хочу быть еще более лучшим семенем. Никакого чуда бы не произошло. В инструкции сказано, что высаживать семена в грунт нужно в начале зимы, либо на два-три месяца положить семена в холодильник. Им нужно пережить жизненный опыт длиною в несколько месяцев, внешне выглядящий неблагоприятным. В противном случае ничего не произойдет. Семя должно пережить условия зимы, иначе оно не раскроется. Хороший урок. Мы тоже должны пройти через нечто подобное. Мы должны быть разрушены как концепция кто мы есть, как образ я, как эгоистическое чувство я. В молодости вы жизнерадостны. Вы чувствуете, что растете. Вы сильнее многих, вы лучше других, или хотите быть лучше, достигаете успеха. На какое-то время это работает. Затем жизнь начинает бить по голове, удар за ударом, никому не избежать. Но только тогда начинается реальный процесс возревания. Семя переживает зиму. Условия перестают быть идеальными, они не могут быть таковыми долго. Все является частью великого процесса, каким сознание манифестирует себя посредством форм. Формы должны пройти через разрушение. Идентификация себя с формой убывает, и нечто начинает сиять сквозь. Таково чудо эволюции человека. Поэтому мы все переходные существа, мы не заключительный, не финальный продукт. Невозможно выразить словами, в чем конечная цель бытия. Если кто-либо скажет вам, вот зачем все, не верьте ему. Бытие необъятный процесс. Все, что мы скажем, будет приблизительным, не вполне определенным, и не более, чем аппроксимация. Поэтому многие учителя прибегают к метафорам и насказаниям, притчам. Это не то, но это похоже на то. Иисус всегда говорил, «Царствие небесное подобно тому или другому». Он не говорил, вот оно. Поэтому приветствуйте, когда с вами случается факт разрушения вас жизнью, и значит специально ощутить этого, и становитесь меньше. В этом учении древние традиции, начиная с Дао Дэцзэн, наставляют, будьте долиной, а не горой. Иисус в своей притче говорил, «Когда идете на званный обед, не ищите лучший стол, выбирайте самое низкое место». Я полагаю, что записывавшие за учителем могли не вполне понимать, о чем шла речь. Они думали, что действительно дается совет, где сидеть на званом обеде, потому что они дальше пишут, «Тогда хозяин скажет, нет, вам лучше пересесть на более почетное место». Вряд ли им было сказано именно так. Те, кто записывает учения, иногда нуждаются в дополнительных пояснениях, потому что если они не поймут до конца, они исказят говоримы. Поэтому, когда Иисус проповедует, «Ищите самое низкое место», это то же самое, как дао-да-дзен говорит о дао, как одарение духа. «Многие вещи нами воспринимаются как естественные. Мы не прокламируем, не укрепляйте свое «я», не ищите способы обогатить свою идентификацию с формой. Подобное поведение совершенно нормально среди людей. Пока ребенок растет, он должен вести себя так, потому что форма должна вырасти. Но для взрослого продолжать развивать свое отождествление с формой становится дисфункцией. Если вы чувствуете себя как отдельное образование, эго растет, растет и растет, и семя никак не превращается в росток. Если жизнь бьет по голове, идентификацию с формой невозможно поддерживать на том же уровне. То, над чем вы так упорно работали много лет, вдруг отнимаются жизнью. Уходят близкие люди, что-нибудь обрушивается, ваши возможности постепенно убывают, физический организм дает сбой, много чего происходит. Перемены не только в жизни отдельного человека, но и перевороты в больших группах людей. Непрерывный процесс на планете. Нам дается возможность позволить настоящему моменту быть. Вы осознаете невероятную мощь, неэгоистическую силу. Вы осознаете, что вы не какой-то особенный. Умом вы больше не знаете, кто вы есть. После удара жизни то, что осталось, это настоящее. Нередко люди переживают настолько экстремальное бедствие, что весь образ себя коллапсирует. Ни с чем больше идентифицировать себя. Раньше у вас было здоровое и красивое тело, собственность. Если тело было обычным, у вас мог быть способный ум, вы поражали людей своими знаниями и прочее, прочее, из чего складывалось ваше чувство «я». В конце концов, жизнь это отбирает. Тогда проступает нечто, и вам становится комфортно от того, что вы не обогащаете свою идентификацию с формным. Вы становитесь долиной вместо горы. Нечто абсолютно противоположное эгоистическому «я». Эго говорит «я хочу быть таким-то». Если его не может победить, не может стать лучше других, оно все равно стремится остаться горой, настаивая, что оно самое несчастное. Идентификация с формным сохраняется. Быть несчастным. Сильное эго переживает триумф. «Я сделал это, смотрите, сколько всего принадлежит мне, я им покажу, кто я есть». Это очень большое эго, настоящая гора. А другой жалуется. «Какая ужасная жизнь, что она сделала со мной?» Человек жертва своей ментальной самоидентификации. Он жалуется на людей и обстоятельства, на Бога и на Вселенную. Такова другая форма идентификации, зачастую еще более сильная, чем у успешного человека. Таким образом, у вас появляется первый опыт. Вы узнаете вкус отпускания необходимости подчеркивать свою идентификацию с формом. Вы по доброй воле делаете то, чему учил Иисус. Ищите самое неприметное место. То есть, если перевести это на абстрактный уровень, не продолжайте улучшать свою идентификацию с формой. Например, вы обсуждаете что-то. Нет необходимости быть правом в своих аргументах. Вы называете то, что есть. Вы показываете другому, что он неправ, а на бессознательном уровне вы доказываете, что правы вы. Даже если вы лукавите, для эго это не имеет значения до тех пор, пока вы правы. Оно не против использовать ложь, чтобы защитить свою позицию. Когда вы отпускаете амбиции, то, чувствуя свою неправоту, вы просто говорите «Да, вы правы». Эго нет, вы больше не гора. В повседневной жизни быть долиной – это перестать судить происходящее вокруг, поскольку каждое суждение представляет собой мысль, с которой вы, как правило, идентифицированы. Из нее проистекает ваше «Я». Суждение укрепляет отождествление с формным, вашу гору «Я». судить людей – это излюбленная сфера. Но также судится и обстоятельства. В конце концов, вы доходите до политических партий, до тех, кто ездит в больших автомобилях. Эго всегда найдет, что покритиковать. И каждое суждение укрепляет отождествление с формой. В глазах эго так Бог выстраивает вас. Вы становитесь сильнее и сильнее. Бессознательный процесс. Суждение, укрепление идентификации, суждение. Вы против чего-нибудь. Это составная часть суждения. Зайдите в интернет, посмотрите на комментарии людей, враждебные реплики, противоборство, борьба. Для эго интернет великое изобретение. Раньше, чтобы выразить свои убеждения, нужно было выходить на углы улицы и кричать. Или писать листовки и расклеивать их на стенах. Теперь вы можете обратиться к сотням тысяч людей, неважно какова ценность вашего суждения. И вас считают. Большая часть интернета является отражением безумия эгоистического ума. Сам по себе интернет нейтрален, его можно использовать для различных целей. Но по большей части он развивает эгоистическую бессознательность. И так не будем судить, а на самом деле отпустим мысль. Будем в повседневной жизни больше как осознанное присутствие, чем как выносящее суждение существу. И это и означает быть долиной. Когда вы пространственная осознанность, вы долина. Вы не особенный, вы не гора. В момент, когда к вам приходит суждение, и вы верите в него, вы снова гора. В этот момент вы ищете почетное место за столом, если использовать то аналоги. На самом деле это ведет к страданию. Рано или поздно оно возникает. Но эго не распознает страдание как страдание. Для него это возможность взяться за дело. Оно не знает, что когда вы раздражены, вы страдаете. Часто эго ложно интерпретирует страдание как нечто классное. Тело знает, что вы страдаете. Когда вы охвачены негативными состояниями возникают спазмы, различные нарушения в его работе. Но для эго все замечательно, поскольку вы такой большой в этот момент. Станьте в повседневной жизни больше долиной, чем горой. Затем кооперируйтесь, сотрудничайте с чем-нибудь, что будет происходить. Оно будет происходить в любом случае. Сходите на нет под воздействием жизни. Форма не может продержаться долго. В этом есть своя цель и значение, так же, как и семья имеет свою цель. Если посмотреть на физическую форму, видно, как постепенно она увитает. Чем сильнее вы идентифицирована с ней сила, красота, здоровый вид, тем болезненнее смотреть в зеркало. Что происходит? Да, Бог еще не закончил с вами. Он работает. Хорошее обучение, когда вы принимаете то, что буддисты назвали непостоянством всех форм. Вы тоже не вечны. Если вы принимаете это, то, глядя в зеркало, вау, приближается смерть. Вы во всей полноте принимаете это. Наступает глубокое умиротворение, наполненное жизненной силой. Если вы сознательно кооперируетесь с этим, выбирая быть долиной, семя начнет быстро раскрываться. Поэтому важно замечать, когда у вас возникает суждение, оппозиция, поиск противника. Если вы живете или работаете вместе с кем-нибудь, часто это воспринимается как приглашение выносить суждение. Это так легко, так соблазнительно. Ловите себя на этом. Это не значит, что отныне не должно возникать никаких мыслей, но пусть они пройдут. Затем позвольте всему быть таким, как есть в данный момент. Вы станете терпеливым. Вы понимаете, Бог еще не закончил с ней или с ним. Они еще гора, все нормально. тогда вы долина. Полезно осознавать, что вы приходящие. Говоря о том, что возникает, когда исчезает персона, слова становятся вводящими в сторону. Иисус говорил о Царстве Небесном, как о цели, куда мы идем. Будда говорил о пустоте. Мы пытаемся использовать слова там, где они больше не применимы, потому что слова подразумевают вещи, формы. Если прямо посмотреть на Царствие Небесное и на пустоту, они очень похожи. Во многих языках небеса и небо одно и то же слово. В китайской традиции часто используется слово небо. Если вы посмотрите в небо, то увидите бескрайнюю пустоту. конечно слово небо означает нечто, а не пустоту. Но если вы пойдете туда, вы ничего не найдете. Поэтому в духовной традиции используется это слово, потому что на самом близком расстоянии к вам находится нечто, что не может быть выражено словом. Говоря о небесах или о небе, мы говорим о пустоте. Вы поднимаетесь вверх из нашего пространства, где вы водите машины, и где-нибудь менее чем через час вы достигаете космоса. Вы нигде не находите небес. И так до тех пор, пока не кончается небо. Таким образом, пустота небеса или неба – это слова, обозначающие то, что за словами. Они указатели. В противном случае они препятствия. Пустота лучше, чем небеса, потому что последнее все же остается чем-то таким, что вы собираетесь достичь. Хотя Иисус ясно говорит, нельзя указать они здесь или они там, потому что истинно говорю, небеса внутри вас. Они недоступны ученым для исследования, что означает вы никогда не увидите где небеса. Они неотделимы от того, кто есть в своей сущности. Они полезный указатель на состояние пространственности. Небеса, небо или пустота. Ум тут же спросит «И что потом?» Увидите сами, но это нельзя будет больше выразить концепции. Действительно приятное в эксперименте быть долиной – это пребывать в осознавании без мыслей. Не все время, конечно, но у вас есть пространство восприятия без слов. Тогда если другой водитель кричит вам на днях так было со мной, он кричит «Бат драйвер, длинной водитель, могут быть использованы более крутые слова. Естественная эгоистическая реакция немедленно крикнуть что-то в ответ, чтобы восстановить поврежденный образ «Я». Моментальный ремонт, так я иногда называю. Это значит, вы не согласны на разрушение «Я», вы остаетесь горой. Или вы продолжаете спокойно воспринимать окружающее и не спешите с ответом. Другой может подумать, что вы глухой, потому что его эго ожидает вашей реакции, чтобы в ответ продолжить усиливать себя. Его горы становятся все больше и больше. Итак, познакомьте себя за взращиванием «Я». В другой известной притче Иисус говорил «Подставьте другую щеку». И насказание используется не для того, чтобы поступать так буквально. Оно указывает на нон-реактивити. Что-то произошло, вы смотрите, затем в долину, и тогда рождается могущество. Вы становитесь выражением единой вселенской силы. Об этом мы уже много раз говорили. С точки зрения эго может казаться, что не укрепляя отождествление с формой, вы становитесь слабее. Я бы сказал, пока человечество растет, укрепление идентификации с формой возможно и нужно на некоторой степени. Эго ребенка должно расти, но у многих это продолжается всю жизнь. В детстве форма растет. Затем она достигает зрелости на физическом и психологическом плане. Наступает время идти дальше. Этому еще не учат ни в школах, ни в университетах. Нет курса трансцендирования и отождествления с формой. Нет ученых степеней по этому предмету. Поэтому в 5-6 лет нормально, когда ребенок кричит, смотрите, как я умею. Я наблюдал за двумя малышами. Один говорит другому, я могу прыгать выше тебя. Возревает идентификация с формой. Я не стану вмешиваться, так нельзя говорить, вы не должны ничего делать лучше, чем кто-либо другой. Но когда в 30, 40, 50, 60, 70 лет один говорит другому, я много лучше тебя, в чем бы это ни выражалось, скорее всего, не в прыжках, это дисфункция. Семя продолжает настаивать на том, чтобы оставаться семенем, не замечая, что оно успело засохнуть. «Я предлагаю вам понаблюдать, что происходит, когда вы не думаете. Сейчас нечем, в общем-то, думать. Что остается от вас? Если вы не думаете, значит, нет истории, потому что она заставляет думать. Итак, у вас нет истории, и у вас нет будущего. А что осталось? Трудно определить, что это. Если сказать, что нечто осталось, это не вполне так, потому что оно не нечто. Но поскольку мы используем слова, мы говорим, что остается присутствие, когда мы не думаем. Простое присутствие. Для эгоистического ума это не значит ничего, он говорит. Лучше бы подумал о своих проблемах, или выразил бы свое недовольство чем-нибудь. Но самые важные вещи, которые могут произойти в вашей жизни, это обнаружение способности не думать, не теряя при этом осознанности. Вы не засыпаете. Человек-гора становится человеком-долиной. Вы не думаете, вы есть. Вы можете перемещаться между думанием и недуманием. Танец, мастерство жить, заключается в умении перемещаться из одного измерения в другое и объединять их вместе. Когда вы думаете в фоне безмолвия осознанность, вы не отождествляетесь с каждой приходящей мыслью. Временами мысль отсутствует. Просто бытие, пробужденное присутствие, персоны нет. постепенно вы все более и более смещаетесь в пробужденное присутствие. Ситуация занимает место персоны. Слова в уме возникают из пробужденного присутствия, отсюда более, чем из накопленного прежде знания. Из пробужденного присутствия рождается творчество. Пробужденное присутствие не есть инструмент для достижения. Обычно оно является побочным продуктом, но оно само есть конечная цель. Это новое состояние сознания. Это царствие небесное, пространство, не имеющее формы присутствия. Мы говорим об этом. Церковь вряд ли нас поймет. Она оперирует с идентификациями с формой. Это не относится к Иисусу. Он даже отрицал свою особенность. Не называйте меня благой. Кто-то обратился к нему благой учитель. Есть только один благой, единое. Не создавайте отождествлений с формой. Как подготовить детей к их жизни? Вот хороший вопрос. Как мы можем подготовить детей к жизни? У меня восьмилетний сын и десятилетняя дочь. Что им сказать, когда они спрашивают о смерти? Мне нравится этот вопрос. В нем заключена важная истина. Первая часть вопроса, как мы можем подготовить детей к жизни? Вторая, что им сказать, когда они спрашивают о смерти? Задавание обоих вопросов вместе подразумевает, чтобы подготовить себя к жизни, нужно знать о смерти. Очень верно. Ребенку важно узнать о смерти в самом раннем возрасте. Без сложных объяснений, легенд и тому подобного. Помогите ему узнать непосредственно на опыте, что такое смерть. Можно начать с очень простого, например, сухой лист, падающий из дерева. Даже маленькие дети, 5-4-3 лет, вы показываете сухой лист и сравниваете его с еще живым листом на дереве, чтобы почувствовать разницу. В одном листе присутствует нечто, что нельзя увидеть, во втором этого нет. Оно ушло, и поэтому листу предстоит исчезнуть. Вы показываете, как легко он рассыпается в руках, превращаясь в ничто. Затем ребенок может встретиться со смертью, когда… Где-то здесь у меня был вопрос на похожую тему. Кто-то спрашивал, их ребенок был ужасно опечален, когда умерла кошка, или она пропала. Если у вас есть домашние животные, когда они умирают, дети также прикасаются к смерти. Весьма болезненно, но это учит, что сущность собаки или кошки не то, что вы трогаете, не мягкая приятная шкура и не то, что находится под ней. Вы можете показать картинки, что находится внутри животного и что внутри человека, как это выглядит. И собака и кошка внутри похожи. Внутренности человека похожие органы. И функции у человека и у животных схожи. Вы можете также отметить, что еще есть кости, плоть, кровь. Все это не собака, она не то, что видимо. Конечно, приятно погладить собаку по шерсти, но на самом деле вы любите ее не за мех. В противном случае можно было бы хранить ее шкуру и переживать то же самое, что и от живой собаки. Нет, вы любите не ее органы. Вы показываете ребенку, как они выглядят, но вы любите в ней не это. Вы любите то, что нельзя увидеть. Вы воспринимаете нечто, но не можете это потрогать. Вы чувствуете, но не можете к этому прикоснуться. Таким образом, я говорю вам так, как вы могли бы объяснять своему ребенку. в действительности собака это не то, что ты видишь. То, что ты трогаешь, это не то, что ты на самом деле любишь собаке. И когда она умирает, если вы говорите ребенку на словах, он может еще этого не понять, но когда животное умирает, и у вас на руках его мертвое тело, конечно, у вас текут слезы, но вы показываете, что то, что вы видите сейчас, больше не собака, это видимая ее часть, но сущностная истинная часть собаки невидима и пойдет куда-то дальше, куда неизвестно, она ушла. Не рассказывайте сказочных историй, потому что вы и сами не знаете, куда точно уходит собака. Рин карнирует в другую собаку, возможно. Но самое главное здесь, что настоящая собака настоящая кошка, не то, что видимо или что можно потрогать. Ребенок получает знания о не имеющем формы, вот что важно. Затем можно перейти к человеку, поговорить о самих себе, рассказать о других людях, объяснить, что то, что можно увидеть или то, к чему можно прикоснуться, не длится вечно. Когда-нибудь оно исчезнет, это называют смерть. Всякий раз, когда вы в повседневной жизни будете встречаться со смертью, вкратце напоминайте эти факты. В ребенке наработается чувство, вот формы, вот видимое, но их суть в том, что невидимо. Таким образом, у ребенка формируется не концептуальное представление, а знание на уровне чувства, осознание, что подлинное бытие, которое он любит, в действительности не то, что можно увидеть. Оно запроявлено. Смерть учит этому. Но начать можно с увядающего цветка. Вот он засох. Лист, природа, рыбка. Ребенок привыкает к факту смерти, она его не пугает. В то же самое время, как вы прекрасно подметили в вашем вопросе, это подготовка к жизни. Потому что без знания, что такое смерть, без принятия ее, без понимания, что в пределе только форма исчезает, вы будете идти по жизни в страхе. Необходимо, чтобы в школе обучали этому. Но кажется, этому еще не учат. Записка с вопросом, можем ли мы контролировать ум во время сна, так же, как в состоянии присутствия во время бодрствования. С минутой, как я засыпаю и пока не проснусь снова, мой ум опять болтает. Я полагаю, вопрос автора записки связан со сновидениями. С минутой, как я засыпаю и пока не проснусь снова, мой ум опять болтает. Ум молчит во время сна без сновидений. У каждого, как известно, есть период сна без сновидений. Отсутствует активность ума, ум контактирует с источником, но вы не знаете об этом. Я полагаю, что у автора записки очень бурное сновидение. Здесь не очень-то много, что можно сделать, за исключением того, чтобы засыпать в состоянии максимального присутствия. Последние 15 минут никакой умственной активности, никакого телевизора, никакого радио, даже никакого чтения. Войдите в тело или используйте какой-либо другой способ стать присутствующим. Например, непосредственно станьте присутствующими и погружайтесь в сон из этого состояния. Скорее всего, это к вам не относится, но не путайте подавление мыслей с их отсутствием. Можно подавить мысли, при этом вы слегка напрягаетесь. Некоторые люди волевым усилием перестают думать. Но это неподлинное присутствие. Нельзя заставить себя быть присутствующим. Здесь нет воли, нет напряжения от волевого усилия, вообще нет никаких усилий. Позвольте мне продемонстрировать, потому что слова иногда недостаточны. Если вы заставляете себя остановить мысли, тело напрягается, оно как бы удерживает в себе нечто. При этом можно задержать дыхание на некоторое время. Если вы напряжены и управляете дыханием, на какое-то время у вас получится перестать думать, пока вы продолжаете так делать. Некоторые называют это медитацией. Отдельные люди разверят этот навык до такой степени, что могут сидеть так один-два часа. Они удерживают мысли в их кавани. Когда вы выходите из медитации и даете мыслям свободу, ум может стать еще более активным, чем прежде, поскольку вы накрывали крышкой кипящий котел. Настоящее присутствие является естественным возникновением осознанности. Никаких напряжений в теле, никакого проявления силы воли, просто позволения возникать. В состоянии открытости мысли быстро сходят на нет. Большая разница с закрытостью с плотной крышкой. Попробуйте, проверьте, что ваше присутствие не вызвано силой воли. Это не то присутствие. Истинное присутствие наполнено жизненной энергией и при этом мягко, деликатно, открыто. У одних людей сновидения активны, у других менее активны. Но все видят сны. Некоторые запоминают их, другие не помнят вовсе. Чем больше внимания после пробуждения вы уделяете снам, тем более развивается склонность к сновидениям. на каких-то этапах личной жизни изучение сновидений может быть полезным, как это практикуется венгенеанской терапии и тому подобное. Сны могут помочь в понимании некоторых вещей, о которых они так сообщают. Но чем больше внимания вы уделяете снам, тем активнее жизнь как сновидение начинает вам отвечать. Я полагаю, в вашей персональной жизни может быть такой период. Затем вы идете дальше. Жизнь сновидения становится менее значимой, хотя иногда могут сниться сны, подводящие глубокому постижению. Важной практикой является быть присутствующим в повседневной жизни. Периодически во время отдыха наблюдайте за собой. Видения станут более мирными. Может также уменьшится их количество. Они перестанут быть чем-то значащим. Когда вы присутствующие, сны не нужны для передачи вам важных сообщений. Они приходят к вам непосредственно, им не нужны посредники видеообразов сновидений. Количество последних снижается, поскольку вы уже связаны с источником прозрения мудрости. Забавная вещь. Если вы начнете посещать юнгианского психоаналитика, через какое-то время у вас начнутся юнгианские сны. В этом нет ничего странного. Особой ценности в них нет. Просто так устроено. Жизнь и сознание отвечает на то, что вы ожидаете. Вспомнилось, как я путешествовал по Эквадору. Для привлечения туристов была нарисована линия. Они говорили «Это экватор». Люди подходили ближе и фотографировались на фоне экватора. Но это была лишь нарисованная линия. Эквадор это воображаемая линия, которая равно удалена как от южного полюса Земли, так и от северного. Как такового экватора нет. Мы накладываем его на реальность. Так же, как в абсолютных категориях не существует экватора, так же не существует времени, отмеряемого часами. Мы функционируем в нем, не веря в его абсолютную реальность. Много чего другого мы налагаем на реальность или на самих себя. Например, кто мы есть, с чем идентифицируем себя, имя, персональная история, разнообразные страхи или желания и многое другое, что в совокупности составляет наше психологическое «я». Оно обладает некоторой реальностью, но не абсолютной. Если внимательно посмотреть на время, отмеряемое часами, и пойти вглубь него, то все закончится настоящим моментом, так как времени не существует, только момент сейчас. Цель нашей сегодняшней медитации – пойти в глубину себя, чтобы обнаружить то, чем мы являемся, уровень не относительный, но абсолютно истинный. Все остальное относительное. Оно занимает свое место в жизни. Ваша персональная история, ваше прошлое, ваше будущее, ваша жизненная ситуация, состояние вашего здоровья, ваше финансовое положение, ваши проблемы и заботы. Да, это все здесь, но разве ваша жизнь сводится только к этому? Это все, что вы знаете, ваша жизненная ситуация, ваши персональные обстоятельства? Знаете ли вы другое измерение жизни? Большинство людей не знают, они целиком поглощены жизненной ситуацией, они отождествлены с ней, они идентифицированы со своим «я», проистекающим из активности ума, из потока мышления. Голос в голове говорит вам, кто вы есть. Все это, конечно, обусловлено прошлым. Наиболее важный вопрос в жизни любого человека – существует ли во мне нечто большее, чем мое «я»? Есть ли во мне нечто большее, чем чувства могут воспринять? Есть ли нечто большее, чем блуждающие мысли в уме? Есть ли более глубокий уровень меня? Потому что, если он есть, а я никогда им не интересовался, не спрашивал о нем, никогда не пытался пойти туда, тогда я упустил удивительную возможность, не достиг глубинной цели моей жизни здесь. Я не призываю вас что-либо брать на веру. Я не прошу верить, что есть трансцендентное измерение, коим вы являетесь, но я приглашаю вас к открытости ума, приглашаю принять возможность это начальная стартовая точка быть открытым в возможности существования более глубокого уровня себя. Нечто более глубокое, чем персона, личность, существующая во времени и сформированной временем, то есть событиями, произошедшими во времени и накопленными в памяти. Сознательное бессознательное память аккумулирует их. Эта аккумулированная память у большинства людей становится основанием их «я». Человек оказывается в ловушке. тогда вопрос в том, есть ли более глубокий уровень меня или есть только истории моего «я» и моего ума. Есть ли что-либо за моими персональными проблемами? Есть ли что-то, что окажется более важным, чем все, что я думаю, чрезвычайно важно в жизни? Мои проблемы, мои обстоятельства, есть ли что-то важнее них? Я не призываю пренебрегать этим уровнем реальности, но есть ли что-либо глубже? Все, что требуется, это сказать «я открыт такой возможности». Может быть так, а может быть не так, только и всего. Если же вы начинаете с «я не верю, что существует нечто более глубокое», вы закрыты. Хотя в этом случае вы бы скорее всего сейчас меня не слушали. Поэтому на нашей медитации, как и на всякой подлинной медитации, между прочим, наша медитация не похожа на общепринятой медитации, потому что у нее нет особой техники, только непосредственное прямое переживание. Во всякой медитации вы пытаетесь войти в контакт с этим глубином пространством внутри себя. Какова начальная точка для этого? Отправной точкой должна быть и всегда есть реальность настоящего момента. момента. Поэтому если вы хотите идти в глубину, вы должны начать с реальности настоящего момента. Простая реальность настоящего момента. В чем состоит реальность настоящего момента для вас сейчас? Это то, что воспринимают ваши чувства. Вы видите мое изображение, слышите голос, все окружающее на периферии. Фокус внимания направлен на экраны на слушание. Вы выбрали направить сюда свое внимание, но на периферии вы воспринимаете все ваше окружение. Оно по-прежнему здесь. Вы воспринимаете свое тело, сидящее там, где вы есть. Восприятие чувством. Вы замечаете ощущения в теле и мысли, иногда по-прежнему проносящиеся в уме. Приходят и уходят. Некоторые мысли хотят захватить ваше внимание целиком. Вы можете перестать слушать. Такое бывает. Приходят мысли и уводят ваше внимание. Когда вы замечаете это, верните внимание обратно в настоящий момент. Мы называем это присутствием в настоящем моменте. Вы воспринимаете то, что есть, что возникает в пространстве сейчас. Вы принимаете то, что есть, потому что оно уже есть. Это хорошая точка вхождение в любую медитацию. Порталом в медитативное состояние или в присутствующее сознание является позволение реальности текущего момента быть как есть. Почему? Потому что эта реальность уже есть. Данный момент уже есть, как он есть. Внутренне вы не требуете, чтобы он был другим. Например, вы не возмущаетесь, почему вы не замолчите. Мы ожидали, что будет медитация. Или я не ощущаю свое глубинное «я», о котором вы все время говорите. Единственное, что нужно, стать присутствующим, что и делает медитация. пребывание в простом факте таковости текущего момента. Это то, что есть. С древнейших времен философы, мудрецы и некоторые писатели обсуждают гипотезу, что то, что мы переживаем, как наша жизнь, на самом деле родственные идеи. Что бы вы не переживали сейчас, вы не можете знать в абсолютных категориях, что это не сон. Воспринимаемое имеет сходное со сновидением качество, так как проходит очень быстро, исчезает как сон. Где вчерашний вечер? Он исчез как сон. Но даже если это сон, должно быть нечто, что позволяет этому сну или этой сноподобной реальности быть здесь. Должно быть нечто, порождающее настоящий момент и воспринимающее его. И это вы. Поэтому сейчас я попрошу вас почувствуйте внутри себя простой факт, что вы основа для реальности данного момента. Что бы то ни было, она дает форму всему, что вокруг вас здесь. Другими словами, можете ли вы почувствовать простой факт, что вы существуете? Существуете не то слово. Можете ли вы почувствовать простой факт, что вы есть? Можете ли осознать свое бытие, свое присутствие, посредством которого все вокруг воспринимается сейчас, в том числе и мой голос? Можете ли вы воспринять это самое непосредственно? Я прошу вас перенести внимание от реальности, воспринимаемой чувством. Не фиксировать свое внимание на моем голосе или на изображении на экране. Все это по-прежнему здесь, вы воспринимаете это. Но я прошу перенести внимание на факт, что вы сознательны. Перенести внимание на само внимание. Сознание только что было в мышлении, в чувствах, а теперь повернулось на себя. Сознание было направлено на предметы вовне, в том числе и на мысли, которые тоже являются объектами. Но вот внимание поворачивается внутрь себя и осознает свое присутствие, свое неотъемлемое вневременное присутствие. Оно за всем, что вы воспринимаете. Вы уже знаете, я упоминал об этом в Новой Земле, в деревьях, в Древней Греции, на храме Аполлона была надпись «Познай самого себя». На том же храме мы возвращаемся на 2500 лет назад, была и такая надпись «Ты есть». Ты что? Ты есть – так было написано, и вы либо понимаете, либо не понимаете. Если это имеет для вас смысл, вы входите в особое состояние и говорите «А-а-а-а-а», потому что на короткий момент эти два слова направляют ваше внимание на само или по-другому направляют ваше сознание на факт что вы осознаете другими словами его узнаете себя как не имеющие формы вневременное сознание то есть не то и не другое а просто факт бытия и ты осознаешь этот факт что ты есть это то на что древние мудрецы указывали уже две тысячи пятьсот лет тому назад разве не восхитительно эта надпись на храме гласящая ты есть нельзя понять данную истину посредством думающего ума точно так же как нельзя только умом понять смысл того что говорю я потому что думающие концептуализирующий ум прочтет ты есть и спросит что подразумевается под этим как это понимать наверное что-то пропустили истина ты есть которые легко преобразуется у я есть не концептуально здесь нечего делать уму она может быть воспринята только в обход ума сегодняшняя медитация это возможность почувствовать глубинный уровень того кто вы есть уровень не связанные с вашей историей или мыслями по существу вы есть необусловленное сознание у которого нет формы если вы поняли суть вы свет сознания который иисус называл светом мира если вы поняли что вы таковы не однажды то оставшуюся жизнь вы не говорите у меня было великое переживание десять лет тому назад я осознал кто я есть но сейчас я забыл нет хорошо иметь возможность одновременно пребывать на двух уровнях на уровне мира где что-то должно быть сделано вами или вы чем-то должны заниматься во времени ваша жизненная ситуация вы должны иметь с ней дело без поглощенности ей ужасная судьба быть поглощенным обстоятельствами потоки очень мощная но при этом вас непрерывное осознавание необусловленного сознания не имеющего формы бытия чистого я есть поэтому вы не теряете себя в делах я постоянно вижу людей как легко они теряют себя в том что возникает прежде всего они теряют себя в своих мыслях мне нужно подумать о том то мне нужно сделать то то нужно позвонить тому то конечно нужно ему позвонить но теряете ли вы себя в мире по-другому теряете ли вы себя в активности ума потому что восприятие мира происходит в уме состояние из которого используя христианскую терминологию вы должны быть спасены в христианстве есть термин спасение спасение чего от потери себя в мире уме вот отчего спасение к сожалению в церкви нет такого понимания давным-давно было утрачено понимание смысла спасения и так спасение или истина которая сделает вас свободными таково другое высказывание иисуса истина сделает вас свободными но прежде он сказал еще несколько слов познайте истину истина сделает вас свободными истина уже есть но вам надо ее познать что естественно истина есть то кто вы есть и что вы есть за уровнем форм и это истина я есть тогда вы существуете в двух измерениях одновременно вы по-прежнему в мире вы активно функционируете в том числе думаете о делах взаимодействуете с другими людьми но на заднем плане у вас так сказать еще один уровень мы назвали его пространство сознания осознающие присутствие все что можно о них сказать вы чувствуете свое сущностное бытие свое сущностное присутствие за всем что постоянно происходит тогда вы сможете вести гармоничную жизнь ваша жизнь и вполне состоялась она может состояться только тогда когда вы больше не ищете полноты жизни вещах этого мира работа взаимоотношения финансы достижения к чему еще стремятся люди к собственности все в чем люди ищут самореализацию ничто из этого в конечном счете не приносит собой полноты бытия насколько вы уже успели понять из того что пережили сами жизнь состоялась когда она укоренена в сущностном бытии я есть которые по сути пространство сознания не связанная ни с какими мыслями это формирует бэкграунд вашей жизни вы действуете без утраты себя в вещах вы привносите это пространство сознания во взаимодействие с другими людьми очень важное событие вы перестаете обращаться с другими людьми как с возможным источником а собственной самореализации или как с угрозой для себя очень нормальное поведение в этом мире если у вас нет связи с глубинным измерением себя вы смотрите на окружающих как на источник самореализации другими словами вы ожидаете что они сделают что-нибудь для вас либо смотрите на них как на угрозу вашему представлению о себе вы подходите к другим людям либо со страхом либо желанием вы чего-то желаете от них либо боитесь их в таком состоянии сознания взаимоотношения не могут быть гармоничными возникают постоянные конфликты потому что другой человек тоже ожидает что-то от вас вы олицетворяете собой либо его желание либо угрозу когда вы перестаете смотреть на других людей как на средства для самоосуществления когда вы не относитесь к миру как к источнику самореализации тогда вещи этого мира и другие люди оказываются вполне приятными но так становится когда вы черпаете чувство полноты жизни из факта вашего бытия они из объектов или людей таким образом полнота жизни есть слова неадекватны полнота жизни есть переживание сущностной жизненной энергии в общем то без разницы находитесь ли вы во дворце или в тюремной камере для переживания сущности бытия неважно где вы сейчас также не имеет значения вы законченный неудачник во всех своих начинаниях и не достигли успеха в глазах мира все перечисленное не имеет значения чтобы воспринять то на что я указываю более помогает если вы во всем потерпели неудачу так как если вы во всем преуспеваете вы не станете искать не будете слушать вам придется ждать еще годы пока мир не начнет рушиться вокруг вас потому что ничто в этом мире не вечно жизнь становится состоявшийся потому что настоящий момент мы возвращаемся к главному порталу который мы назвали настоящий момент в своем существе это чувство я есть чувство я есть составляет глубинное значение момента сейчас пространство само сознание в котором все происходит приходит и уходит приходит и чувство полноты самореализации возникает и знание кто вы есть и знание себя как присутствие которые за всем что вы опытно переживаете в качестве мира вовне и у себя в уме в индии древние мудрецы называли это благодатью быть осознающим благодать быть сознанием на санскрите сад чита нанда что означает познание блаженство быть сознанием глубочайшая самореализация знание себя как сознание прежде всего вы это и уже во вторую очередь персона роль которую вам выпало играть в своем данном существовании на этой планете кто знает какова ваша роль в текущем существовании она может быть очень трагичный и вы можете играть комедию или в большинстве случаев это смесь того и другого ваше имя обстоятельства жизни это роль которую вы играете но кто вы есть по ту сторону всего знаете ли вы себя как пребывающие за всем я есть вот и все такова наша медитация на сегодня я бы хотел чтобы вы не просто разошлись и тут же снова погрузились в мысли и дела но в процессе делания оставайтесь осознающими себя на заднем плане осознавание сознания когда я беру что-либо на заднем плане пространство сознания не только совершаемое действие но и еще нечто которое можно назвать покой на заднем плане вашей жизни тогда ваше взаимодействие с происходящим будет очень мирно если у вас нет связи с самим собой то способ вести дела не будет мирно потому что вы будете легко расстраиваться очень быстро переходить в режим реакции тем самым привнося дополнительные проблемы в окружающие даже рассуждая великих духовных материях вы будете вносить проблемы в мир если ваше взаимодействие с ним не миролюбивая вы не будете частью в решение проблем но будете участником в их создание интересное наблюдение наиболее естественный способ жить это быть в связи с тем кто ты есть неестественный образ жизни это не иметь такой связи мир превратился в путаницу потому что много миллионов людей живут неестественным образом вне связи с собой поэтому мы здесь прежде чем попрощаться давайте побудем немного во внутренней тишине желаю вам благополучия будьте присутствующими и не забывайте что вы есть но на этом еще не конец вернее все только начинается большая просьба именно к тебе лично не забудь подписаться на этот канал обучения общения и саморазвития чтобы каждый день становиться все успешнее осознаннее добрее и мудрее развиваясь вместе с нами и нашими экспертами а главное общаясь с огромным сообществом развивающихся в разных направлениях людей среди которых легко сможешь найти себе по-настоящему правильных друзей со схожими интересами которые будут тебя мотивировать к новым достижениям не бойся дружить советовать и помогать другим в комментариях и конечно чтобы получать оповещение последних и самых полезных видео рядом с подпиской необходимо нажать и на колокольчик также не забудь поставить лайк если тебе понравилось видео напиши свое мнение или вопрос по теме а другие зрители и наши эксперты постараются отвечать максимально быстро и развернуто ведь мы читаем все комментарии поддержи нас и развивайся вместе с нами ну и конечно если ты больше любишь читать то заходи на наш официальный сайт портал обучение саморазвития где можно найти тот же материал и в печатном виде ссылка на эту статью на сайте будет в описании а если у тебя есть возможность поддержать развитие проекта материально то найдешь там же и ссылочку на пожертвование и помощь каналу и главное не забудь поделиться этим видео с друзьями давай делать больше хороших дел распространять знания и помогать друг другу доброты и мудрости к сожалению так не хватает этому миру а на этом будем прощаться рекомендую посмотреть и другие видео в том числе на непривычные для тебя темы важных направлений саморазвития на самом деле очень много поэтому мы подготовили большой набор лучших материалов чтобы каждый мог найти нужное а также имел возможность развиваться в разных темах а не только зацикливаться одной сужая тем самым свое видение мышление и мировоззрение естественно желаю тебе в любом случае мудрости любви успеха и всех остальных благ хорошего и продуктивного тебе сегодняшнего дня а сейчас отправляйся заниматься полезными и добрыми делами в реальной жизни или чтобы стать еще мудрее переходи к просмотру следующего видео на автовоспроизведение или из тех которые ты сейчас увидишь перед собой на экране всем добра